И вот наконец-то мы находимся на факультете ветеринарной медицины, где мне со всем процессом обучения будет помогать знакомиться Анастасия Дорохина, студентка пятого курса. Привет! Я с удовольствием тебя познакомлю с факультетом ветеринарной медицины, познакомлю тебя с некоторыми секретами и, наверное, некоторым мастерством. Но врачнее может быть ветручок, пока у него нет чепчика и халата. Мы начали знакомство с факультетом с посещения лекций. Это один из самых важных этапов обучения любого специалиста. У нас в университете знают, как повысить продуктивность учебного процесса на порядок, использовать современное оборудование. А потому у юных айболитов есть уникальная возможность прямо из лекционной аудитории наблюдать в режиме онлайн за тем, что происходит в операционной. На этой лекции декан факультета профессор Валерий Беляев демонстрирует 3D-модель процессов, которые происходят в клетках при воздействии лекарственных препаратов. Далее мы отправились в интереснейший музей анатомии и патанатомии, в котором собрано несколько тысяч экспонатов. Студенты с их помощью смогут практически познакомиться с различными болезнями животных, в том числе и экзотических. Настя, а где мы находимся сейчас? Сейчас мы сейчас находимся на протяжении анатомии. Теоретические знания всегда нужно закреплять практикой. Студенты, к которым мы присоединились, наглядно изучали строение черепа. Кстати, ветврачам, в отличие от обычных, необходимо изучить анатомическое строение и особенности большого количества животных. Следующий этап закрепления практических навыков – посещение регионального центра ветеринарной медицины. Это не только база практики для студентов-ветеринаров, но и лучшая клиника в городе. Оснащен центр по последнему слову техники. Так что студенты к концу учебы имеют опыт ассистирования в сложнейших операциях, проведения УЗИ и ЭКГ-диагностики, а также рентген-исследований. Ну а мы сперва посетили кабинет клинического осмотра. Здесь молодой специалист Ольга Севастьянова брала кровь на анализ у одного из пушистых пациентов. Оль, я знаю то, что ты в этом году закончила факультет ветеринарной медицины. Можешь рассказать, как ты себя чувствуешь в роли ассистента ветеринарного врача? Ну вы прям как на осмотре, как доктор действительно. Как чувствую себя замечательно на должности ассистента. Безусловно, потому что практику проходила и училась всему как доктор я на базе именно регионального центра ветеринарной медицины нашего ассистента. Но я думаю, что без преувеличения скажу, что если бы я проходила практику в любом другом месте, опыта у меня было бы явно меньше. Затем мы отправились в кабинет УЗИ диагностики. И это стало самым потрясающим моментом за все время знакомства с профессией. Нет ничего лучше непосредственной практики и возможности действительно побывать в роли настоящего айболита. Но прежде мне провели инструктаж. Вот если немножко правее вы сдвинете датчик, увидите селезенку. Вот хвост селезенки. Ниже идет крупный сосуд. Если еще выше подняться, там будет левая латеральная доля печени. Сегодня я попробовала себя в роли ветеринара. На личном опыте могу сказать, что эта профессия сложная, но в то же время очень интересная и увлекательная. А также я поняла, что поступить на факультет ветеринарной медицины – это действительно хороший и правильный выбор.